Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесной». И сегодня в гостях у нас в студии Юрий Кириллович Сипко, которого многие знают, любят. Юрий Кириллович, приветствую вас. Приветствую, Альберт Радкин. Приветствую, очень рад вас видеть. Я думаю, наши зрители всегда рады вас видеть. Да, я тоже. Вы пенсионер? Ну, конечно, я в душе пенсионер, уже в реальности пенсионер. Да, 10 лет уже балдею так. Ну, вы стали медийной такой персоной. Я даже не знаю, с кем сравнить сейчас в нашем протестантском сообществе. Просто мед люблю. Мед любите? Юрий Кириллович, да, шутим. У нас медиа сразу ассоциируется с медиумом, а эти вызыватели духов, они у нас скотируются как агенты дьявола. Поэтому я это слово не очень употребляю. Понятно. Вопрос серьезный, который я хотел бы сегодня поднять, вот обсудить. Может быть, один вопрос сегодня с вами. Это вот отношение нас, христиан, к войне. Что я имею в виду? Я хочу развернуть сначала для наших зрителей. Некоторое время назад, 14-й год, показал нам, развернулись эти события, украинская война с Россией, российско-украинская, скажем так. И очень много дискуссий, полемики пошло в нашей среде, в Иванович в том числе, что война это не то, не надо участвовать. И с украинской стороны другие аргументы подъявлялись. А как? Если сосед напал, а как не защищать свою землю? Это всегда было. С советских времен нам внушали, что нет ничего важнее, святее, чем отдать свою жизнь за свою родину. И тут российский протестантизм дал трещину, разделился, наверное. Пожалуй, да. Я увидел, наверное, не только я, наверное, вот эти дискуссии между Геннадием Махненко и из Америки проповедником Александром Шевченко, который придерживается таких пацифистских взглядов и критиковал, будучи сам украинцев, украинскую сторону. Зачем войну? Зачем это, то, то. А тут другая сторона, тот же Геннадий Махненко, который воюется на границе, живет, видит ребят на его, капеллан посещает ребят, видит, как гибнут, ранения и все остальное. Сейчас пришла война. Я тоже не могу назвать армяно-азербайджанский конфликт, как некоторые пытаются представить, конфликтом каким-то. Это война в полном смысле этого слова. Конечно. Тысячи людей уже погибли, молодые ребята отдают свои жизни. С той стороны и с той стороны звучит, что мы за родину. Но так интересно, вот когда был украинский конфликт, скажем так, вот поднялись эти голоса, а здесь, я знаю, у меня друзья и там, и там, и там пастырь Артур Симонян, который сегодня везде говорит, я хороню ребят. Я не могу свое время планировать, время планировать за меня. Когда приходят гробы, когда приходится хоронить кого-то, навещать родителей и все остальное. Я из своей церкви только похоронил, я уже не знаю сколько. Вот последнее, что я слышал, там 8 ребят, кто-то из прославления, кто-то что. То есть ребята шли, воевали. С азербайджанской стороны тоже самое. Я читал комментарии матери, писали тоже, молитвы за наших детей. Это тяжело. Тяжело, особенно, когда мы две церкви, вот я про нас говорю, да, две церкви, слово жизни. И Ливан, и Баку. И воюет. И вот голоса вот этих вот, я не знаю, я не назову миротворцев или кого, которые говорят, не надо воевать. Они что-то смолкли. Они больше не звучат. Потому что, как правило, все заканчивается, когда проблемы приходят к тебе лично. В твой дом, в твою церковь, в твою страну. Легко учить других, когда это тебя не касается, когда война где-то далеко, а когда она вот рядом. Что делать? И мой вопрос сегодня, который бы я с вами хотел обсудить. А у нас в России есть, в нашем хотя бы протестантском сообществе, есть какое-то единое мнение на этот вопрос? Я знаю, вы, не случайно мы начали говорить, что вы пенсионеры, вы помните советское прошлое, вы знаете, что в разных союзах тоже были разные отношения к армии. Одни шли в тюрьму, не принимали присягу, их прессовали, но, и говорили, мы не будем воевать, мы, кто-то говорил, мы оружие в руки не возьмем. Жизнь изменилась, все изменилось. Доктрины как-то меняются уже. Вот ваше мнение на все. Да, мое мнение, безусловно, так же, как и вы рассказывали, вот вводя нас в эту тему, оно сложное, потому что мне легко оперировать своими чувствами и отношениями к происходящему, я сижу на диване. Ну, и то вскипают страсти, когда о том или о другом, вот известие слышишь, о пролитой крови слышишь, больно до скрежета зубовного и не знаешь, что сделать на самом деле. Наблюдаю, как мы миротворцы, блаженный миротворцы, говорит Христос, наш Господь. Мы миротворцы, заходясь за полярным кругом, где на нас никто не нападает, и мы живем там на 500 километров, нет живой души. А чем больше на юг, тем больше плотность населения, тем больше история вот этих вот кровавых страниц прошлых, где за эту землю полегли отцы и матери, и тут они вот могилы эти. Это все оживает, так что уже и страсти не сдержать. Поэтому мы рассуждать можем, но так наши рассуждения все равно окажутся, они рассуждениями, достаточно далеко оторваны от жизни. Вы упомянули, украинское это вот такое вот полымя, которое возникло вроде бы неоткуда. Конечно, сегодня по прошествии уже почти 10 лет можно рассмотреть тенденцию, это неоткуда оказывается откуда, но корни-то куда уходят? Корни-то уходят в глубину еще каких эпох, в которых уже, конечно, не разобраться. И так же точно и на Кавказе, и так же точно и на Кавказе. И армянская, и азербайджанская диаспоры, это нам близкие, дорогие, вжившиеся, если говорить о нашей советской истории или российской территории. Но мы как христиане сегодня, вот как мы могли бы оценить, безусловно, можно кинуть опять камень в адрес вот этой миротворческой группы, которая 30 лет после того, как Карабах вот этот статус приобрел нынешний, 30 лет они должны были решить этот вопрос. Там же были беженцы-азербайджанцы, и когда он был провозглашен армянским как бы, и когда было еще захвачено несколько районов азербайджанских плюс Карабаху, вроде бы победа была нашего братства армянского, и мы ликовали, и говорили, с нами Бог, мы устоим. Но никто не решал эту проблему, она же была нерешенная, она была только завязанная еще на одной пачке крови. Вот, сегодня она вернулась назад, как и закон, как и закон всегда говорил. Зло не побеждается злом, зло не побеждается злом. Мне хорошо было подсюда говорить, надо было бы, конечно, туда, вот тогда, 30 лет назад, международный миротворческий контингент под эгидой, допустим, ООН, ввести с тем, чтобы статус этого Карабаха, спорная территория, вековая, но нельзя, нельзя игнорировать рану армянского народа. Нельзя, она кровоточит, это же 100 лет всего-навсего, геноцид, полтора миллиона, в каждой семье есть эта кипящая кровь, вот, мир игнорирует, закрывает глаза, делает вид, что ничего не произошло. Ну, мир на многих процессах кровь, глаза. Да, но сегодня взорвалось, христианин, он такой же гражданин, христианин, он такой же отец, он такой же сын, он такой же, понимаете, наследник вот этого куска земли, где похоронены его родичи, его земля, это все здесь родилось, развивалось, и это здесь он питался, здесь он вырос, и это для него вот связано, с мышлением связано, с его душой связано, и он будет защищать этот кусок земли, это его. Международные постановления, еще что-нибудь. Поэтому мы, как христиане, рассуждаем, как к этому относиться. К этому относиться, конечно, нужно очень так вдумчиво и спокойно, чтобы это не горячка была. А вот мы допустили горячку. Кто ее допустил, эту горячку? Допустили горячку, но первые лица государств, которые туда вовлечены, они допустили эту горячку. Если говорить о том, что в первую голову там Франция участвовала в решении мирных вопросов, Россия там была ключевая, и в первую голову они ответственны за этот процесс. Они допустили, что они не наблюдали, как накапливаются силы Азербайджана. Они что, не наблюдали, как готовится реванш? Знаете, вот интересно, как наблюдали. Они что, не наблюдали, как Турция включается уже на правах чуть ли не хозяина на этой территории? Юрий Килович, я честно скажу, мне политика России, нашего государства, не совсем понятна. Когда постоянно кричали, НАТО, НАТО стремится к нашим границам. Там поляки, там базы какие-то эти. Украина, сами развязали. Теперь НАТО с этой стороны у нас. НАТО наш друг теперь. Тут кричали, ну как, не друг, а партнеры, как наш. Не, ну как, это вот как мы с вами, так Путин с Ардаганом. Это другое НАТО, можно сказать. Здесь мы боялись. Американцы, БАД и все остальное. Они вместе, вот так пожавшие руки, сейчас этот Карабах блокировали. И один считается освободителем, другой считается победителем. Ну а на самом деле это же был тайный сговор, который их сейчас сделал еще более на крови повязанными. Но знаете, вот я как смотрю, да, что чем больше мы кричим, что НАТО к нашим границам, тем больше как бы войн происходит с нашей стороной тоже. И тем ближе они действительно к нашим границам. И кто-то сегодня заявляет, мы победили. А в чем мы победили? Вот они, они уже с нами, уже рядом в наших больших советских республиках. Эпизод, которому всего там месяц-два, и его видеть победой или поражением, это глупо. Это эпизод, вот большущая история, если говорить о прошлом, но это эпизод, который есть подготовка к будущему. Какое будущее? Как нам, евангельским верующим? Вот тут возникает вопрос. И опять возвращаюсь к своему вопросу. Вот тут возникает вопрос. Как нам и к христианину? Буду я делить землю? Буду я отдавать своих детей за то, чтобы кусок земли отвоевать? Защитить или отобрать? Вот я как христианин сказал бы себе и сказал бы моим братьям-христианам, бегите, читайте Евангелие. Вот Христос, который говорит, наступают дни, дай Бог, чтобы это не в субботу случилось. Увидите, услышите, бегите, бегите. Вы берете более древнюю историю, вот она уже судьба этого Содома, обреченный город. Саврам уже свою заступническую речь закончил, не найдется там десяти праведников, иначе я бы пощадил. Все, бегите на гору. Вот две судьбы. Лот бежит на гору и спасается. Жена оглядывается и соляной столб стоит. Ну, здесь вот. Вот и здесь тоже. Куда бежать самим? Куда армянам бежать? От своего народа? Свои же заклюют потом. Или азербайджанцам бросить все и... Конечно, ну, что там говорить. Ну, полегли мы там сейчас. Лежит там на 3-4 тысячи трупов, которые показывали страшную картину, экскаватором с самосвала сбрасывают. И вот это вот за что вы отдали этих молодых людей, жизни их? За что вы отдали? Бежали и бежим. Бежали и бежим. И бежать еще будем. Потому что земля, она вот приходит к своему финальному аккорду, когда это будет, вот, сгорит. Когда этот дьявол садится на троне. Кто он? Поджигатель войны. Это же все подготовка лишь вот этому сценарию, который нам прописан в Писании. Так Христос говорит, спасайте от рода сего разращенного. А мы ввязываемся вот в эту схватку. И мы говорим, ни пяти земли нашей не отдадим. И что значит? Мы променяли вечность, променяли святость, променяли верность на эту пять земли. И мы хотим-то или не хотим патриотизм, здесь верность заветам отцов, какая-то еще там клановая наша связь. Да простят меня мои братья азербайджанцы. За что вы проливаете кровь? За что вы убиваете своих соседей? Где ваша вера? Где по-настоящему вера ваша? Которая говорит о возмездии. Которая говорит о справедливом суде пред Богом. Которая говорит, за кровь каждого будет взыскана с тебя. Все. Предано забвению. Включили. Страсти включили. Автоматные очереди включили. Вот эти беспилотники включили. Уничтожим, завоюем. И знамя поставим над обломками. Что это за идеология? Это дьявольская идеология? Ну, не берусь в то, что происходило в Иссам. Поэтому, когда мы говорим о христианстве, и дальше мы говорим о перспективе. Какие перспективы такие? Так или иначе. Иерусалим же на карте. Это все только лишь передислокация сил, чтобы вот так к Иерусалиму, что москали, потом вот эти турки, потом иранцы, и вместе с сирийцами прокладывается путь на Иерусалим. А Эрдоган не по пьянке проговорился, что Иерусалим – столица нашей земли, большой Османской империи. У нас там мечеть стоит. Наша. И святыня там наша. Он не случайно это проговорил. Илья Киллович, много парадоксов. И хотим мы, то ли не хотим, мы христианская Россия сегодня подпрягаемся вот в эту вот его идеологию, и становимся престижными. У кого престижными становимся мы? Христианская Русь. То есть вы вспоминаете, как ярлыки Исаки получали направление? Ярлыки Исаки, они вспоминали. Сегодня на улице 21 век. Грамотежки, море у людей, понимаете? Они легко раскрываются. Все страницы истории. Куда вы суете сегодня? Куда вы сегодня суете? Вот парадокс для меня всегда есть христианский наш. С одной стороны, все ждем пришествия Христова. С другой стороны, читаем одну Библию и не видим. Христос говорит, все будет только больше. Войн будет больше. Голоды, моры. Вот как вот сейчас это все происходит. Никто этого не хочет и молится. Да пусть мир будет. Да пусть это. Как оно будет, если сам Христос сказал, война будет? И больше будет. И больше будет. Она есть война. По регионам, по странам, везде все будет. Но вот ваш вопрос, он как бы из огромного масштаба такого мирового, он нас так или иначе концентрирует на наш диванчик. Вот как мне быть? Да. Как мне быть? А с у семьи? Как мне быть мужу с женой? Как мне быть? У нас дети, растут внуки у всех. Вот как мне быть? Вот моя трактовка этой истории, которая сейчас все больше и больше приходит в трагической развязке, она именно в этом. Вот мне персонально, христианину, у которого есть вера в Господа, у него высшие идеалы исходят от него, от Господа. И высший идеал говорит, блаженны миротворцы. Высший идеал говорит, вот твоя жизненная концепция заключается в том, чтобы исполнять волю пославшего Отца Небесного. Волю пославшего Отца любите, даже врагов любите. Вот здесь происходит перестройка сознания. Если я на самом деле христианин, значит на первое место выходит мой Господь Христос, все вторые вещи, они понижаются в статусе. И национальная принадлежность, и мои наследственные какие бы то ни было, они все понижаются в статусе. Теперь я как христианин, что повелишь мне делать, Господи? Вот здесь мы не можем в истории ветхозаветного Израиля найти для себя какую-то опору, чтобы брать штык и идти воевать. Я бы сказал, мой бы был совет всегда христианину в этом случае, конечно, конечно. Уходи с этой бойни. Уходи с этой бойни. Ну то есть ни в армию не идти, ничего? Или как вот, Юрий Кириллович? Вы все-таки человек старой формации, может оттуда у вас все идет еще? Понимаешь, это все равно решение индивидуально каждого. Но допустим, мы бы сидели с вами, и вы сейчас меня спрашивали, в какой ситуации призывают, потому что мобилизация идет, потому что сейчас объявлено военное положение, сейчас все резервисты идут в строй. Что мне делать? Можешь избежать? Можешь избежать? Не знаю, но вряд ли уже. Ну, может быть, даже ценой ареста. Ну, это надо быть зрелым, а молодежь-то вся. И молодежь зрелая, что вы думаете, защищать себя все зрелые? Все зрелые защищают. Идут же, и стоя, и стоя. Да, поэтому, когда если человек ставит вопрос перед собой серьезно, я рассуждаю так именно, решение принимать вам. Вы пойдете туда, вы готовы убивать? Ну, я не случайно начал с двух решений, которые одно предлагает Геннадий Махнев, а другое, например. Ну, да, но это полемика такая, например, Геннадий Махненко, как капеллан, как вот такой лидер в этом деле в защите своего дома, и он достойный пример для подражания. Он ни на кого не напал, он не посягнул ни на что чужое, он просто встал, вырыл окоп и говорит, надо как-то защищаться, нас же сейчас съедят, у меня вон сколько детей, как же, я брошу их, что ли? И он достоин вот такого уважения. А те, которые пошли туда, которые обстреляли, поубивали, ведь там полегло-то десятки тысяч людей, это же наши ребята. Наши. Наши ребята. Русский мир пошли, и там русских поубивали. Почему они поубивали? С крестами, христиане. Потому что ни Христа у них нету, ни христианства у них нету. Кроме верности к агабийскому режиму у них ничего нету. Кроме страха перед властью у них ничего нету. Кроме ненасытимой злобости у них ничего нету. Поэтому мы рассуждаем, Христос для тебя кто? Если Христос для тебя Господь, и если для тебя небо дома небесный, тогда давай посмотрим твои ценности. И мы обнаружим. Мы обнаружим. Наша религия – это просто так. Наша вера – это просто так. Первично, как дьявол говорил, кожа за кожу. А за жизнь человек отдаст все, что имеет. И он идет. За что? За кусок этой горы ты человека убиваешь. Гибнешь сам. И везде ведь так? Везде. И везде ведь так? По всей земле, да. Что сейчас возьми у нас на этой территории, одна шестая часть с названием Кратким Русь. На один квадратный километр один человек живет. Не докричаться до соседа. И что он делает? Встает, ружье за плечо и пошел соседа искать, чтобы убить. Кто его натравливает? Изнутри исходит. Из сердца человека. Ну, конечно. Из сердца, но его кто-то позвал, понимаете. И это же у нас преподается сегодня. Возьмите, возьмите. Это же ужас. Я не смотрю телевизор, но, понимаешь, проходишь мимо, как один адвокат говорит. Проходил мимо телевизора. Ну, понимаешь, ты сводки новостей, которые, казалось бы, новости. Сейчас сводки новостей не бывают, чтобы там не было агрессивного военного какого бы то ни было сообщения. То ли учения, то ли запустили ракету, то ли проплыл какой-то там корабль страшный, то ли там еще что-нибудь прошумело, но обязательно военное. Это стало нормой. Это даже не возбуждает слух и зрение не останавливается. Это просто такой вот фон жизни. Нас ничто уже не возбуждает. Ни убийство, ни кровь. Ну, я говорю о чем? Ни проблемы. Это идет пропаганда, которая инициирована прямо верховной властью и насаждается в сознание людей. Чтобы они привыкли. Война – это норма. Воевать – это норма. Возбуждается. Возбуждается этот дух у этого одинокого человека. Он встает и идет ищет соседа, чтобы его убить. Но вот какой выход тогда нам? Хотя бы нам, я говорю за евангельское движение. Нам, христианам. За христианам, за протестанам. Как я вспоминаю Христа, который говорит «бегите от рода сего развращенного». Ну, а вот тем готовым структурам, союзам, скажем так, нужно приходить к какому-то единому мнению, к единому пониманию, чтобы вот единое понимание среди епископов-пастырей проецировать на своей церкви. Ну, я считаю, что это их одна из главнейших обязанностей, поскольку вот эти вот маленькие группки верующих объединяются в большое сообщество. Для чего? Для того, чтобы умами лучших и самых духовных людей вот такие четкие позиции для себя на основании Писания открывать и принимать. Конечно. В этой ситуации вот этого меняющегося мира, причем мир меняется в жестокую, трагическую свою будущность, церковь должна, безусловно, возвышать свой голос. Ну, мы же не видим, что сейчас возвышают. Страшно говорить. Так вот это страшно. Потому что страшно наступать туда, куда им не разрешили. Вот не сказали где-то там. А мне кажется, там мало того, что страшно. Там есть еще и отсутствие этого понимания. То есть вот эта селекция отрицательная, которую вела советская власть в течение столетия, она привела к своим результатам. В обществе нет силы, которая была бы независима от этого диктатуры кремлевской. В обществе нету этого голоса. Где он был, он там новичком отравленный. Это сразу. В зачаточном состоянии. Еще в детских яслях происходит вот эта проверка. И мысли уже там внушаются. И там уже они становятся только в одном. Это октябренская звездочка, пионерский галстук, комсомольский значок, партийный билет, все прочее только одобрямс. Мышление свободное – это преступное мышление. Поведение свободное – это поведение преступное. Вера в Бога мимо Кремля – это недопустимая вольность. Такого мы не потерпим. Это, я говорю, может утрирует чуть-чуть. Но это модель, которая в течение нескольких поколений производила именно таких людей. Еще одни люди, да, у них рясы, у них как будто бы есть. Прости, Господи, вы как епископ отличаетесь от общей массы. Но покажите мне таких людей. Возьмите вот самого высшего иерарха нашей Русской Православной Церкви. Но он ничего кроме политики не говорит. Причем про кремлевские политики. Ну и многие так говорят. Уча нас не лезть в политику. Ну да, был у нас политотдел, у нас была, так сказать, замполита, у нас была, так сказать, партийная идеология, как будто бы которой сейчас нету, она просто поменяла рубахи. Но та же самая модель. Мыслить только в одной струе, в одном ключе, как сказали, сверху. Все. И это во все институты пройди. И сегодня вот такая вот мы видим молчаливая такая вот о добрям с политикой со всех групп. Ну, к примеру, сведения Леговы сделаны экстремистами. Это же показательный пример. И эти сведения там судят, там судят, там оно идет цепочкой, не останавливается. Десятки людей сидят в тюрьме. В тюрьме. За то, что они верят в Богу. Вот так вот. Или ваш пример разрушенного дома молитвы. Вашего или в Архангельске, или в Орле. Понимаете, публично, вопреки здравому смыслу. На пустынном просторе севера российского стоит прекрасный дом. Разрушают его. Рядом лачуги. Разрушают ради чего? Вот тут близко гараж. Между домом и гаражом расстояние маленькое. И поэтому мы дом сломаем. Вот она модель государственного мышления. И кто после этого будет поднимать голос? Бежать надо, конечно, надо бежать. Ну, кто-то же поднимает. Вот мой друг, близкий мне пастырь, в Кемерово, Андрей. Вы его знаете. Да. Матюжов. Классный парень, соглашусь. Возвышает голос в проповедях. Проповедь сказал, что сребролюбие – это самый большой грех. Получил 10 тысяч. Это же не первый раз он уже этих тысяч наполучал. Ну, наполучал, да. Но это показатель того, что следят, смотрят, слушают проповеди. Три месяца ФСБ вело это дело вот в отношении него. Ну, это показатель именно того, что идеологическая обработка населения продолжается тотально по всем структурам, во всех сферах. Тотальная слежка не просто, чтобы отследить и штраф дать, а чтобы создать атмосферу. Страх. Да, страх и беспомощность. Не высовывайся. Они все видят. Посмотри, камеры на каждом столбе. Они все знают, они все слышат, они за всем следят. Именно такая атмосфера создается. Ну, вот на эти вызовы современности, ну, должны же как-то собираться наше евангельское сообщество и обсуждать хотя бы, начать это делать. Что нам делать в эти моменты? Молчать в тряпочку, разбегаться или принимать какое-то решение общее? Ну, что нам делать? Я бы две руки поднял за то, что сказать надо. Конечно, надо. Но посмотри, вот уже полгода Беларусь стоит вот так вот, скажем, в покорном недоумении. Как же так можно, батька? Что же ты нас за быдло считаешь? Ну, что же ты так публично так вот нас всех обсмеял, нарисовал себе 80% и там изображаешь из себя президента? Ну, уйди по-хорошему. Ну, мы не можем уже на тебя глядеть. Он выходит на них с дубинами, бьет, сажает в эти каталажки, кутузки, некоторых убивает. Ни в одном глазу. Ни в одном глазу. Ладно, он тиран, фашист, у него тоже деменция. Но скажи, пожалуйста, где наше союзное государство? С большим таким, знаешь, идеологическим морем народа умнейшего. Где они, которые бы устыдились и сказали, что это такое делается? Тысячи людей избивают каждую неделю. Стариков, старух, не щадит молодых людей. Это что происходит? Это что, казармы лагеря фашистского? Никто не пикнул. Никто не пикнул. Ну, пикают в другую сторону. Напротив, показывается, что вот так будет с каждым. Вот так будет с каждым. Ну, в том числе и наши священнослужители пикают в одну же сторону. Вся власть от Бога. Ну, так я же об этом говорю. Я же об этом говорю. Куда вы выходите? Я же об этом говорю. А как не выходить? Если ты священник, ты должен ходить со своим народом, вставать за свой народ, за своих людей. Вот это вот масса критическая. Когда она наберется, чтобы вот эта вот хотя бы боль у народа возникла или у власти. Что же мы делаем? Мы же убиваем людей. Вы считаете, вот эти вот замурованные в кольчуге люди с дубинками, с наручниками вылетают, как какие-то ужасные такие, не знаю, как их назвать. И они ведь тащат людей. Кто-то на велосипеде едет, кто-то гуляет по тротуару с ребятишками, кто-то просто во двор вышел белье повесить. И они налетают на них и сбивают их в машину и повезли в кутузку. У них же там что-то в голове произошло такое. Но ведь люди в этих панцирях, это те же самые люди. Да. Это чьи-то дети. Как их воспитывали родители. Или у родителей их забрало вот это вот. ПТУ я сейчас смотрю, заменили на всякие колледжи эти все. И то-то-то там во всех этих училищах, колледжах военную форму водят. Ребята, молодежь уже там в берцах ходят с медальками с какими-то уже. Вот я же говорю, обработка идет с пеленок, да. И что мы сделаем мы как христиане? Ну, если бы мы как христиане были честны, что мы бы эти вопросы обсуждали, как вопросы, которые являются ключевыми, самыми базовыми. О достоинстве человека, о ценности человеческой жизни. Если бы мы их вот так вот требовали в школьной программе вводить, не сдавались бы на милость победители, которые школу превратили в рассадник вот этого самого производства этих космонавтов, убийц. А мы же это отдали, в нашу школу отдали, в которой детей говорят, это просто продукт эволюции. И в них там вдалбливают, понимаете, 10 часов каждый день, 10 лет. И все, и на выходе вот такой вот, понимаете, манекен, который куда повилят, туда и пойдет. А думать не умеет, а человеческую жизнь не защищает. Это очень многолетняя такая была, отрицательная селекция. И сегодня мы такие христиане, мы сегодня проповедуем какую христианскую жизнь, монастырской, уход с платформы. Уходи, прячься, не вздумай говорить. Тебе же хуже будет. Очень интересная мысль насчет монастырской. Действительно, уйди, живи, там служи тихонько Богу, не век и не лезь. Но ведь никто не хочет уходить. Все хотят жить хорошо и красиво. Мы так или иначе переходим на нашу территорию, нашу боль. И она ведь, эта война происходит вот здесь каждый день. И вот мы говорим про боевые действия, про применение огнестрельного оружия, это уже эксцесс такой, непосильный нам. У нас применение боевого оружия, смертельного, идеологическое, совершается буквально с пеленок. И мы отдали наших детей вот в распоряжение этих лжецов, которые внушают туда покорность бездумную. Покорность бездумную. Кому? Обманщикам, насильникам, ворам, грабителям. Что там говорить? Мы же видим, как эти депутаты наши, умнейшие люди, могут себе миллион назначать зарплату. И такой, знаете, улыбочкой щедрейшего барина говорить, что повысили, вот решили пенсию повысить на 7 рублей. Теперь уже будет пенсия не 7 тысяч, а 7 тысяч и еще и 7 рублей. Ну, я утрирую, конечно. Не утрирую, прибавляют посевноваться. Но не вздрогнет нигде ни душа, ни совесть, ничего. Они еще доказывают, что можно, оказывается, на эти деньги. Доказывают, что им еще мало. Что все могут выжить. Мне хватает, я и так переживу и умру. Я просто за то, что мы в таком обществе живем. Об этих проблемах говорить нельзя. Власть не подсудна. Власть, она от Бога. Власть, она если бьет, то за дело бьет. Потому что если любит, то бьет. И что же мы эту рабскую психологию вот так распространили, в ней живем, а потом вдруг, как же так? Эрдоган пришел и победил. Правильно он сделал, что победил. Прости, Господь. Жалко мне братьев моих армян. Люблю я их. Да и азербайджанцев всех жалко. И не знаешь, что сказать. И с той стороны верующие. Даже турков жалко, как Эрдоган с ними расправлялся там. И то ли еще будет. Это ж только зачатки все. И это не только в этой стране. Поэтому я снова возвращаюсь к этому. Бежать надо от рода сего развращенного. Куда, Юрий Кириллович? Куда? Есть куда? На небо. Я знаете, недавно задумался. Было сейчас сказание в церкви тоже. Пели песни. А я уже после Матюжова. Он же мне все бумаги высылает. Я ему сразу какие-то советы. Там это все говорил еще до того, как дело все сделали. А я сейчас смотрю со смехом. Песни поем. К тебе, Господи. Хотим успокоиться в тебе. Я стою и думаю. Прямой призыв к суициду. Успокоиться в тебе. Это значит попасть в царство небесное. У меня идея родилась сейчас по песням. По нашим христианским пройтись. Там что не песня, то призыв к чему-то. Ну, суицид это вы уже так вот от щедрости души так добавляете. А куда уйти к Богу? На небо? Я успокоился. Конечно, есть и такая модель мышления. Но понимаете, мы говорим о покое. Допустим, Савл с силой в тюрьме находится. Ноги закованные в колоду. И они поют. Ночь на улице. Они поют. Вот покой. Вот куда ушли мы с Господом. Вот это состояние душевного покоя, когда Христос стоит перед Пилатом. Избитый весь. Измочаленный. И Пилат в изумлении. Что же такое за сила у тебя? Ты что? Где? В чем причина-то? Молчит Христос. Я могу тебя отпустить, могу распять. Молчит Христос. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы недавно был отец моего небесного. Молчит Христос и идет в покое. А потом распятый на кресте, он говорит, прости ему, отче, я не знаю, что делать. В состоянии вот этого покоя, вот когда выходишь из этой драчки, из этой дележки, ведь пустое, за что мы деремся, это пустое. А можно вот этот покой, который вы говорите, назвать свободой, внутренней свободой человека? Конечно, это и есть свобода. Это и есть наша вера. Это и есть наша вера, да. Так что вы мне можете сделать, ну, верующий человек, это же было не так давно в Советском Союзе. Стоят они перед товарищеским судом, там грызут, понимаешь, коммунисты, локти свои, губы кусают, чтобы сделать из него преступника или из нее, они взяты на месте преступления. Какое преступление? Читали Библию. Как сегодняшние те же самые яговисты. Какое преступление? Читали Библию. Вот. И они улыбаются и говорят, прости ему, отче, я не знаю, что делать. Сегодня вот этот же архангельский случай, когда ломают дом молитвы, там, понимаешь, приставы судебные залезли туда, на окна, а эти стоят и поют, еще и трубы привезли, и молятся. И благослови, Господи, этих вот разорителей, гонителей. Состояние достойное, чтобы его попробовать понять. Попробовать понять, потому что, понимаешь, этим людям жить надо, зима наступила, а тут пришли разбойники и ломают дом. Давай защищать, может, винтовку взять. Нет, они стоят и поют, они стоят и поют, и молятся. Сейчас же их обвинят, например, семья многодетная. Вот смотрите, какая схема может быть со стороны власти. Родители не обеспечили нормальное проживание детям. Сейчас же и детей могут забрать. Заберут. То есть родители виноваты, получается. Это знакомо. Схема старая, проверенная. Это знакомо. Заберут. Не заботятся. В холодном, разломанном доме детей. Мы, сидящие далеко, можем так срезво рассудить. А в чем причина вот этого наезда? Мы снова возвращаемся к этому. Рационально, давай размышлять. В городе земли, что ли, не хватает? Вот стоит дом. Ну, пусть там у него какие-то есть проблемы с этим землей. Какое-то расстояние. Но вот тут построили гараж. Гараж, которым машина нужна или не нужна, неважно. И они говорят, гараж очень близко к дому, поэтому дом надо сломать. Ну, любой же спросит, а почему не гараж сломать? Нормальный любой. Чем более, давай, отодвинем гараж. Переставим его прямо, не разбирая. Нет, вот тут гараж стоит, а этот дом надо сломать. Почему? Да я же даже думал, могли бы и верующих обязать перестроить. Это не Кавказ. Это не многотысячелетняя история вражды двух народов. Это все на все. Вот здесь одно государство. Одно государство. Один народ. Одна история освоения севера. И вот здесь вот построили красивый дом. Рядом с этими ущербными бараками, которые стоят там, сгнившие уже давно, в них люди живут. Построили красивый дом. Почему мы его ломали? Потому что ненавидят верующих. О, ненавидят верующих. И мы приходим к пониманию. Вот и вопрос начинается с этого. Как нам быть, христиане? Если мы хотим на эту землю по-настоящему посягать, мы попадаем в войну. Мы будем биться с дьяволом за землю и душу погубим. Потому что война-то идет за душу. За душу война идет. И вот этот вот пример разрушения дома молитвы, это та же самая война Карабаха. Когда приходит дьявол, приходит дьявол, вооруженный до зубов, с какими-то справками историческими, с решениями судебными. Он говорит, моя земля, мы тут жили. И убивает живущих уже сейчас. Попробуй разобраться. Невозможно разобраться. Тогда один путь. Ко Христу надо обращаться. Ко Христу надо обращаться. Может оставаться обиженным. Писание говорит, для чего бы вам лучше не оставаться обиженным. Но победить в себе эту обиду и остаться со Христом, значит получить награду от Христа. Если мы вот именно как христиане понимаем, что мир создан Богом. И он вот в этом случае проходит эти все пертурбации. Для чего? Чтобы из этой войны вышли люди свободные от драки, свободные от войны. Свободные от этой страсти. Вот эту вот всю гору или там золото или там. Забирайте, пожалуйста. Забирайте. Аминь. Друзья, как важна свобода, внутренняя свобода. Вот. Как важно нам быть. К этому нам надо двигаться. А некоторым стать христианами. Мы думаем порой, что мы христиане, но не имеем внутренней свободы. Не имеем духа, не имеем крепость, не имеем смелости. Да. Что с нами происходит. Точно. Пора обратиться ко Христу. Сегодня на студии. Юрий Кириллович Сипко, наш дорогой друг, брат. Юрий Кириллович, огромное спасибо. Да вам спасибо. Вы такую тему как задвинете, потом в ночь не сплю. Думаю, ну что это в самом деле. Надо же ответ давать. А нет ответа. Юрий Кириллович, берегите себя. А я нашим зрителям скажу тоже, надо беречь себя. Да, берегите и вы себя. Спасибо вам. Не умолкайте. Альберт Викторович, я скажу вот прямо сейчас рядом, сидя с вами, за этот героический у вас такой подвиг, палатку поставить вот на этой земле, где стоит прекрасное строение, оборудованное, благоустроенное, с классами воскресной школы, с прекрасным залом, где я однажды был. Вот это потрясающее, значит, выстроено с любовью здание, чтобы люди могли молиться, приходить там общаться, приходить там душами своими наслаждаться, семьи свои укреплять, детям давать наставления. Теперь там нельзя этого ничего делать, надо палатку поставить рядышком. Это, слава богу, чтобы земля своя есть. С этим риском простудиться, заболеть, приходить сюда, чтобы помолиться и чувствовать себя вот такими изгнанными за правду. На своей земле. Да пока не чувствую, знаете, народ так спокойно, как мы смотрим в прошлое, говорю, не в лес уж собирается. Я говорю, как гражданин России, вам честь и хвала всем, кто вот это продолжает свою веру и практиковать в таком вот режиме. Сейчас по России все больше и больше. Но стыд и позор власти, который позволяет себе такое глумление над людьми, которые со временем закона купили здания, построили здания, благоустроили здания, сделали это абсолютно самыми лучшими гуманными целями и в результате получили вот такие шишки. И мы еще говорим о каком-то там перспективном развитии для России, о том, что она станет флагманом для всего мира, как у нас устроено межконфессиональное согласие, как у нас власть заботится о благополучии людей, вместо того, чтобы на одном этом калужском эксессе устыдиться и сказать, Господи, да куда же это мы заехали? Что же это мы такое творим? Вот почему я говорю, вам всем, да, честь, хвала и дай вам Бог силы стоять и дальше. Ну, видите, Юрий Кирилович, я уже говорил, что все больше и больше по стране. Вот сейчас езжу по регионам, смотрю. Я знаю. Очень много. Я знаю. Это не только нас, новых церквей касается, и старых трогают. Уже где-то перезина какая-то граница, когда еще вот как бы церковь вроде как-то это... Знаете, мне кажется, в революции тоже, вот 17-й год, когда был, тоже какие-то границы переходились сразу шаг за шагом. Сначала одну перешли, потом не страшно там храмы ломать, потом и устраивать. Ну, так, и так. И сейчас тоже что-то мы сдвигаем, переходим границы. Здесь ясно, природа, она, конечно, политическая, борьбе, ну, если так сказать, по-нашему говорить. Природа вот этого конфликта и вот этого беззакония, она в политической борьбе. Власть, поскольку она живет на беззаконных основах сегодня, она, как и у Лукашенко, она является властью незаконной, поскольку уже многократно так нарушены законы, переписаны законы, переписаны конституции, то вот все время нужно... Потому что растет внутренний страх. Почему принимается закон о том, что не судить даже никогда и ни за что, если он президент, не умрет. Пока не умрет, не судить. Это же закон о чем говорит? Ну, страх не дает покоя. Страх не дает покоя. Он видит врагов везде. Во всех своих коллегах он видит врагов. Он подозревает всех. И вот это вот транслируется на все этажи вот этого государства. И кто попадается вот в этом случае первыми, попадаются как раз вот такие незащищенные, религиозные деятели, у которых вообще нет никакой способности себя защищать. Но вот эта борьба, она уже создает такое настроение, этот страх. Она создает в то же самое время оправдание. Любой чиновник к своему начальнику докладывает, говорит, поймали, разоблачили, рассмотрели. В суде вон сколько их, они замышляли. Это та пятая колонна. А они, понимаешь, на эти деньги Гоздепова, на печати Гоздепова живут. Они через религиозные группировки замышляют. Это же все понятно, идеология. Но можно сказать, что этот страх еще и перед ответственностью. Все понимают где-то глубоко внутри себя, что однажды придется отвечать. И они ее душат именно так. И это именно так, да. Чтобы мы, как священники, не говорили, что однажды вы представили. А мы, как священники, давно сдались. Это еще, я понимаю, что из той советской эпохи, вот когда 1937 год был, уничтожали просто проповедников за то, что проповедуют. Это было уничтожение, которое, безусловно, выкорчевывало саму по себе возможность и готовность этому обществу проповедовать Евангелие. Потому что выжить в лагере, выжить в лагере, выжить в этом бараке, выжить в этой деревне уже считалось, ну вот, таким благословением особенным. А если еще говорить начать, то уже не выживешь. Уже не выживешь. Но это формировало так и закреплялось в подкорке, что именно такая модель может помочь нам выживать. А потом она осветилась со временем, она приобрела черты мудрости духовной. И вот сегодня мы уже видим, люди, проповедники говорят, власть критиковать нельзя, не моги. Даже Богом поставлено. Да, доктрины, теории создали. Но власть совершает преступления, и она не подсудна, ее нельзя критиковать. И мы, как христианские проповедники, которые обличаем людей во грехах, мы же себя дискредитировали. Потому что вы со властью занимаетесь беззакониями, вы убийством занимаетесь, вы грабежами занимаетесь, вы насилием занимаетесь. Но это нормально, потому что вы власть. А вот он там, понимаешь, ты вот от голода схватил где-нибудь в эту колбасину в магазине, его надо осудить. Как же ты можешь? Это же вор. Не хради, написано в Писании. Поэтому иди в тюрьму. Или иди, кайся. Или десять раз по этой колбасине верни. И что тогда такой проповедник? Кому я служу? Кого я обслуживаю? Ну, а мы это делаем уже постоянно. Мы это делаем постоянно. Простого пролетария, мы ему не щадя, так сказать, внушаем эту правду. А человек, который создал атмосферу, в которой не украдешь колбасу, не проживешь, мы его хвалим и говорим, он власть. Вместо того, чтобы сказать, как же ты допустил, как же ты допустил такое, что в вас, в нашем богатейшем государстве, людям колбасу не на что купить, лекарства не на что купить. Как это ты допустил такое? Прости, Господи, за эти все наши митинговщины. Завершаю. Мы уже попрощались многократно. Так что мы еще помашем руками, если может сходиться такая форма. Можно. Спасибо, Юрий. Давай, дорогой брат. Альберт Викторович, спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.